Русские новости Это вред в том числе и русскому самосознанию, которое замутнено идеологиями XX века и все никак не пробьется к русским смыслам. Вот я читаю сейчас книгу, так раньше я уже читал, а теперь читаю с карандашом, подчеркиваю, реванш истории российской стратегической инициативы в XXI веке. Александр Сергеевич Понарин. Эта книга была издана в 1998 году. Казалось бы, ну вот-вот только Ельцина второй раз выбрали. Дефолт, накануне дефолта, явно книжка писалась до этих дефолтных событий. Главным героем которого является Сергей Кириенко, тогда назначенный, настоящая фамилия Израитель, специально назначенный взамен Черномырдина, чтобы провести дефолт. Это любимец Путина, теперь он глава администрации, незабвенного Владимира Владимировича. Вот эта обстановка, когда еще до Путина, вообще фамилии Путин никто не знал, и до тех реформ, которые якобы он провел, шапкой было не докинуть. Вот как бы поздний ельцинизм, издыхание ельцинизма и замысел изменников, которые думали как бы избавиться от уже совершенно недееспособного алкоголика Ельцина. Кем его заменить и как заморочить голову людям, именно на этом переломе, когда ельцинизм должен был бы рухнуть, и ни коммунистической, ни либеральной доктрины не пользовались никакой популярностью. Вроде бы русское самосознание должно было получить доминирующее положение. Но за кулисами созрел совсем другой сценарий, вот этот политтехнологический, созревший в администрации президента и ФСБ, где там в этом закулисе, которое правит Российской Федерацией и Российской так называемой властью, группировкой, которая контролирует территорию, контролирует управляющие рычаги. Они совершили государственный переворот, поставили вместо недееспособного Ельцина столь же недееспособного Путина, но представили его в ореоле славы, такого вот освободителя от чеченского бандитизма, реформатора, который прищемил еще хвосты нескольким олигархам. На самом деле олигархия расцвела полным светом после этого. Но вот почему все это получилось? В 1998 году можно было купить книгу Александра Панарина и прочесть. Я зачитаю один лишь фрагмент, это только лишь одна мысль, развернутая в этой книге. Есть много чего еще, это действительно книга фундаментальная. Если кому-то она попадется, очень рекомендую ее внимательно читать и делать из нее выводы. Вот Панарин пишет в 1998 году. В настоящее время наблюдается тот роковой момент диалектического превращения отрицателей российской государственности в неистовых державников, который в свое время изумил мировую социалистическую диаспору на примере большевизма и завтра наверняка не менее изумит мировую либеральную диаспору. Ну вот это 100% то, что произошло, причем десятилетия спустя. Дело в том, что условия игры остаются примерно теми же, подобно своим большевистским предшественникам, совершившим неслыханные преступления против собственного народа, против России и потому готовым цепляться за власть любой ценой. В противном случае их ожидал бы не статус уважаемой оппозиции, а эшафот. Вот нынешний номенклатурно-мафиозный симбиоз просто не может уйти из властной арены. Его тайны никак не менее деликатны, чем тайны Великой Подпольной партии, их разглашение смерти подобно. Речь идет о партии олигархи, о Единой России и всех приспешников путинского режима. Сейчас уже это совершенно понятно. Именно поэтому они подготовили Путина. Этот псевдопатриотизм, который в общем-то фальсифицировал разоблачение ельцинизма, его не состоялось. Напротив, он продолжился в новой форме. Следовательно, необходимо сохранить власть любой ценой. Но сохранить власть на фоне сокрушительных поражений собственного политического курса, значит небывало взвинтить ее, вывести из-под всякого контроля, вооружившись для оправдания этого небывалыми миропотрясательными аргументами. Таким образом, главный парадокс нашей новейшей политической истории состоит в том, что основателям августовского режима 1991 года для сохранения своей власти предстоит уже завтра занять позиции, прямо противоположные тем, с которыми они начинали свою реформаторскую деятельность. Неистовые западники, они станут восточниками, предающими анафеме вавилонскую блудницу Америку. Ну, в 100% именно это сейчас и происходит. Либералы, адепты теории государства минимум, они станут законченными этатистами. Мандиалисты и космополиты, они станут националистами. Да такими, что, боюсь, превзойдут все, что до сих пор видено в России. Критики империи, сторонники неограниченных местных суверенитетов, они станут воинствующими, империалистами и централистами-державниками, наследующими традиции Калиты и Ивана IV. Сторонники великих потрясений, готовые во имя прогресса идти до конца, до разрушения политического строя и самой российской государственности, вынуждены по законам производства власти осваивать роль воссоздателя Великой России, причем в наиболее грозной имперско-авторитарной ее ипостаси. Великое злорадство мировой прогрессистской диаспоры, наблюдающей посрамление и разрушение ненавистного ей маниста, снова сменится, я уверен, великим изумлением и великим унынием. Мы не причисляем себя к этой партии мирового прогресса и не собираемся унывать заодно с ней. Однако, значит ли это, что мы, граждане России, имеем основания быть целиком довольными, вышеописанной хитростью мирового разума, восстанавливающего Россию как сверхдержаву руками ее вчерашних хулителей и разрушителей? Равный ли по качеству результат мы обретаем в двух разных случаях, получив могучую Россию из рук ответственных государственников-реформаторов и получив ее же из рук вчерашних революционеров радикал социалистического и радикал либерального толка. Если стоять на позициях целиком прагматического, позитивистского разума, то представляется, что субъективность намерений и мотивов не стоит особого внимания, важен конечный результат. Если же следить иной христианской по своим архетипическим основаниям традиции, то намерения и мотивы имеют свое значение и они каким-то загадочным образом вплетены в материальность результата, влияя на его крепость. Понятно, что нынешний так называемый путинский патриотизм – это полная фальшивка. И мы видим не возрождение России, а дальнейшее ее разрушение и атаку, захватившей власть группировки на российскую государственность под флагом укрепления этой государственности. Никакого укрепления не происходит. Настолько отвлекают всякими россказнями про безобразие на Украине, у нас они ровно такие же. Про безобразие в Америке и агрессивные намерения Америки, у Путина они ровно такие же. Про якобы имеющиеся успехи в Сирии, никаких успехов там нет, война абсолютно бессмысленна и закончится она, разумеется, поражением, которое будет объявлено за рубежом. А у нас будет объявлено великолепной победой внешней политики Российской Федерации, которая как была тупиковой, так и остается. Практически это политика несуверенного государства, не государства, а просто оккупированной территории, которая прикидывается государством и морочит нам голову. Вот что дальше пишет Панарин. Мы говорим об инверсионных превращениях сознания политической элиты, которая действует согласно логике производства власти, своей власти. А что в это время происходит на уровне народа? Удивительное дело, сама народная субстанция в России зависит от законов цивилизационной промежуточности и связанного с ней риска. В западнической фазе цикла, когда маятник уходит далеко влево, подразумевая под этим не только положение на карте, но и в политическом спектре, эта субстанция опасно разжижается, народ на глазах превращается в массу. Массу изменчивую в своих настроениях, манипулируемую и предельно ожесточенную, дергающуюся то в конвульсиях революционизма, то в конвульсиях потребительской зависти и эгоизма. Все происходит так, будто мощное облучение со стороны западной цивилизации уничтожает скрепляющий раствор российского социума. Вот это короткий фрагмент, который я предложил вашему вниманию. Здесь есть о чем подумать и о состоянии так называемой элиты, ну элиты в кавычках разумеется, верхов, которые заполнились разного рода негодяями еще в 90-е годы, и теперь эти негодяи-разрушители государства прикидываются государственниками-державниками. В целом же хочу сказать, что читать книги очень полезно, и вот между делом хотел бы посмотреть тут у меня в библиотеке, из родительской библиотеки. Я сохранил пока что еще, книги, которые мне не особенно нужны, может быть они кому-то понадобятся, технарям, историкам техники и тем, кто может быть собирает какие-то старинные книги. Я готов все это отдать безвозмездно, как говорится, в хорошие руки. Вот я смотрю, уникальные такие книги. 1902 год, в Москве издана книга «Хердер. Больная паровая машина и первая помощь в несчастных случаях с нею. Практическое руководство к уходу и надзору за паровой машиной». Вот такая довольно толстая, увесистая книжка. Просто подряд беру, что под руку попадется. Общий устав счетный. Ну, это, можно сказать, что же это такое. Это свод законов, издание 1857 года, повторенное в 1910 году. Общий устав счетный, видимо, связанный с бухгалтерией. Составитель Полибин. 1910 год, Санкт-Петербург. Это уже другая эпоха. «Рыбин. Золотое дно». 1941 год, накануне войны, 19 мая 1941 года. Свердловское областное государственное издательство. «Золотое дно. Очерки». Очерки, видимо, об Уральском крае. Отличницы учебы, ученицы 2-го класса А, 56-й школы имени Маяковского, Бубнова Ирине. Директор школы, педагог, 19 мая 1941 года, город Свердловск. Вот, можно сказать, понять можно, что накануне войны читали младшие школьники. «Арифметический задачник. Наглядный арифметический задачник. Соколов. Какой год? Издание книжный склад Думинова. Москва, Мясницкая, Санкт-Петербург. А где же номер год? 20 копеек стоит. Не пойму, какой же год. Какой же год? Вот года. Года, к сожалению, нет. Такое состояние довольно потрепанное. Это просто элементарный счет. И тут написано «Для детей с 6 до 8 лет». Ну, тут явно это дореволюционное издание. Запись с твердыми знаками и с ятями. Любопытно. Следующую смотрю книжку. «Собрание стереометрических задач, требующих применения тригонометрии. Рыбкин, 1912 год, Москва. Типография Лиснера и Савко». Тоненький такой учебничек. Вот толстенная книга. Любопытно, что это. О, это на немецком языке. «Вегетсур Раум Шиффорд» фон Хермарт Оберс. Фон Ди Ракете Цуден Планетен Роймен. Вот такой основательный текст. «1945 год». Это все понятно. Напечатано где? Напечатано в США в 1945 году. Копирайт с 1944 года. Фундаментальное издание с формулами, картинками, таблицами. Вот, может быть, кому-то начало космической эры будет интересно. Вот такая толстенная книга на немецком языке. «Физическая химия. Как основание аналитической химии Вегерца» профессора Бреславского университета. «1911 год». Издание Риккера. Такая брошюрка. Боже ты мой. Неужели она не разрезанная? Неразрезанная брошюра. Вот никто ее не читал, можете себе представить. Вот такая физическая химия. «Новые идеи в химии». Сборник номер 5. «Кристаллохимический анализ. 1914 год». Издательство образования СПБ. Непериодическое издание, выходящее под редакцией профессора Санкт-Петербургского университета Чугаева. «Введение в химическую кристаллографию». 1912 год. Перевод под редакцией профессора Сидоренко. Профессор Грот. Вот такая, с отпадающей обложкой такое издание. Еще с какими-то вырезками для бумаги. Видимо, это для кристаллографии. Какие-то схемы для того, чтобы склеить модель кристалла. «Путеводитель по Ревелю». 1915 год. Типография Цветкова и Кицель. Путеводитель по Ревелю и его окрестностям. Физика 1940 года. Учебник для неполной средней школы. Большого формата книжка. Интересная. Задачи по аналитической геометрии на плоскости. С указанием решений. Предлагавшаяся И.И. Белянкиным в Киевском политехническом институте императора Александра II. 1902 год. Киев. Интересно, что эта книга издана рукописная. То есть, тираж рукописный. Вот, можете посмотреть. Любопытно. Формула все. Что-то знакомое. Том 1 Столетова. Собрание сочинений. Собрание сочинений какого года? 1939 года. Государственное издательство технической литературы. Оригинальное исследование, научно-критические статьи, письма, заметки. Столетов. Один из бесспорных основателей русской физики. Кстати, вот пишется, вроде советское издание, а пишется о русской физике. Вовсе не о советской физике. Как это было принято позднее. Вот совсем тоненькая книжечка. Прудон. Жизнь замечательных людей. Биографический очерк. Цена 25 копеек. 1891 год. Санкт-Петербург. Тоненькая такая книжечка. Роберт Оуэн. Написано на обложке. Какой год. Тоже, видимо. Да, его жизнь и общественные деятельности. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Павленкова. 1893 год. Санкт-Петербург. Роберт Оуэн. Это интересная физиономия такая. Так, а вот это литературное произведение сборника. Рассказов. Казнь. Две смерти. Где выход? Константин. Одинокий. Ну, скорее всего, это псевдоним. Не знаю чей. Санкт-Петербург. 1914 год. Вот еще одна брошюрка. Жизнь замечательных людей. Герцен. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. 25 копеек. 1905 год. Санкт-Петербург. Это большеформатная книга. О, это любопытная книжка. Любопытная книжка с фотографиями, иллюстрациями. Советская литература. 1904 год. Москва. Каракарум. Москва. Об автопробеге. Вот здесь, хотя она и сохранилась, может быть, не очень хорошо, но тут вот незабвенный Иосиф Виссарионович. Вот. Командору автопробега Москва-Каракарум. Москва. Мерецкому секретарю партколлектива колонны. Беневолинскому председателю технической комиссии. Эх, тут горячо приветствуем мастеров и так далее, и так далее. Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович. И тут фотографии. Два мировых рекорда. Там всякие, вот как все это происходило. Пересечение границ Средней Азии. Ну, любопытно. Любопытно. Так, и вот последнее из того, что могу предложить. Школьные типы. Антропологический этюд Лесговта. Семейное воспитание ребенка и его значение. Часть первая. Издание второе. Санкт-Петербург. 1885 год. Читайте книги. Читайте книги. У вас должны быть пусть электронные библиотеки сегодня, но главное, чтобы книги откладывали в голове что-то полезное. Можно читать бессистемно, это развивает интеллект, можно систематически, это дает профессию, даже если вы не учились где-то в университете. Но университетское образование вы вполне можете получить в результате самообразования, читая полезные книги по определенной схеме, которая принята и в вузах, в высших учебных заведениях. Все можно освоить самому. Не обязательно для этого сдавать какие-то экзамены. Было бы желание, профессионалом можно стать всегда. Другое дело, что корочку потом не получишь. Но это может быть и не так важно, главное, чтобы мозги работали, они в любой профессии пригодятся. Читайте книги. Для русских людей это особенно полезно, потому что в последние годы как-то читательская аудитория стала сокращаться, люди перестали читать. В основном треплются. Не зная предмета, стремятся высказывать какие-то свои домыслы насчет этого предмета. Особенно как-то гипнотизируют гаплогруппы. Десять лет назад о них никто не знал. Я тогда еще написал книжку «Образ врага. Росология и политическая антропология». Кому интересно, кто слово «гаплогруппы» в своих домыслах использует, прочтите какую-нибудь книгу. Клесова можно прочитать, можно книгу Балановских «Русский генофонд на русской равнине». Но главное, не надо трипологии. Вы сначала изучите предмет, потом по этому предмету пытаетесь высказываться и открывать глаза тем, кто в этом предмете не сведущий. Читая книги и выправляя свой интеллект, мы спасем Россию от безумцев, которые захватили сейчас власть, и которых надо просто прогнать и поставить в власти людей умных, образованных и честных. Субтитры создавал DimaTorzok